Здравствуйте! Деловое время на телеканале Алматы. Меня зовут Гауха Ральдебекова. И в ближайшие минуты я расскажу вам о самых важных событиях в мире экономики и финансов. Не менее интересный разговор состоится с нашим специальным гостем в традиционной рубрике «Эксперта о главном». Итак, сегодня в выпуске. Главы стран-участниц ЕАЭС соберутся в Астане для обсуждения дальнейших перспектив Союза. Традиционного весенне-летнего ажиотажа на казахстанском рынке недвижимости не будет. И в Жамбылской области запускают производство юдированной соли. Стоимость проекта 690 миллионов тенге. Президенты стран Евразийского экономического союза приедут в Астану. 31 мая в столице Казахстана будут обсуждены вопросы функционирования ЕАЭС на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Планируется, что в его работе примут участие президенты Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Республики Армения Серж Саргсян, Республики Беларусь Александр Лукашенко, Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Аккорды. Предполагается, что в ходе заседания будут рассмотрены текущие вопросы функционирования Евразийского экономического союза, а также развитие его торгового взаимодействия с рядом иностранных государств. Напомню, договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в Астане 29 мая 2014 года. Документ вступил в силу с 1 января 2015 года. В союз вошли Россия, Казахстан и Беларусь. Позже присоединиться к союзу изъявили желания Армения и Кыргызстан. В Жамбулской области заработает завод по производству юдированной соли. Компания «Асылтус» будет производить 50 тысяч тонн пищевой соли в год. Об этом сообщает пресс-служба Акима области. Реализация данного проекта началась в прошлом году в Сары-Сусском районе. Проектная стоимость составляет 690 миллионов тенге. Для строительства завода в городе Жанатас выделено в долгосрочную аренду 4 гектара земли. На сегодняшний день готовятся соответствующие документы для включения проекта в программу индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. Также компания «Асылтус» ведет переговоры с представителями банка второго уровня по привлечению кредитных средств на покупку оборудования для завода. В настоящее время завершены строительно-монтажные работы завода, на которых трудится более 20 человек. Когда завод заработает на полную мощность, 75 местных жителей будут трудоустроены на постоянные рабочие места. Продукция предприятия ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт. Запуск завода в эксплуатацию ожидается во второй половине текущего года. И немного статистических данных. Выпуск лакокрасочной продукции в Казахстане стремительно сокращается. За январь-апрель производство в данном секторе составило всего 7400 тонн против 17100 тонн в аналогичном периоде годом ранее. Многолетней динамики падения объемов производства в секторе началось в 2014 году, который уступил 2013 на 10,9%. 2015 год сохранил негативную тенденцию и показал сокращение против 2014 года на 1,8%. Ранее в секторе отмечался значительный рост. Например, показатели 2013 года обогнали 2012 на 26,9%. По итогам первого квартала 2016 года производители обеспечили всего 47,7% спроса в секторе. Для сравнения, по итогам прошлого года доля отечественного производства составляла 60,5%. Предприятия-производители по итогам апреля текущего года увеличили цены на краски и лаки на основе полиакрилатов и поливинилов, деспергированные и растворенные в водной среде за год в 2,3 раза до 556 тысяч тенге за тонну. Цены на прочие водно-растворимые ЛКП, напротив, снизились к апрелю 2015 года на 3%, до 177 тысяч тенге за тонну. Краски на основе сложных полиэфиров, растворенные в неводной среде, подорожали на 41%, до 346 тысяч тенге за тонну. Самые дорогие и крупные города в сегменте Алматы 800 тенге за килограмм плюс 23,3% за год, Ахтау 683 тенге за килограмм плюс 3,5% за год и Караганда 595 тенге за килограмм плюс 5,7% за год. Самый значительный годовой рост цен по итогам апреля текущего года отмечен в Астане сразу на 41,1%, до 505 тенге за килограмм. И к другим темам традиционного весенне-летнего оживления на рынке недвижимости в этом году не будет. Речь идет о всплеске сделок по купли-продаже жилья, характерном для данного сезона. Такой прогноз уже озвучила руководитель аналитической службы портала недвижимости KN.KZ Анна Шацкая в интервью корреспондентам Forbes KZ. Солидарность с ней в беседе с корреспондентом делового времени выразил и президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов. Оба эксперта убеждены, что нулевая активность в данном сегменте продлится еще несколько месяцев. Все подробности в материале. Рынок недвижимости все еще никак не может оправиться от кризиса, а в частности от августовской девальвации 2015 года. Спрос на жилье сократился практически во всех городах республики. И даже отказ от долларового эквивалента, который особенно очевиден в последние месяцы, большого оживления не спровоцировал. По данным портала KN.KZ, цены на жилье имеют тенденцию снижения еще с февраля 2014 года. В долларовом эквиваленте с начала текущего года цены сократились на 33%, а с февраля 2014 года на 40%. В настоящий момент, по наблюдениям главы Казахстанской федерации недвижимости Ермека Мусрепова, сделки на рынке носят исключительно точечный характер, как в сегменте жилой недвижимости, так и касательно коммерческих объектов и земельных участков. Эта стагнация продолжит свое, как говорится, течение. И, в принципе, как мы прогнозировали, ситуация должна выровняться к сентябрю, к осени 2016 года, когда больше процентов участников рынка недвижимости, это физлицы и юрлицы, которые участвуют в сделках купли-продажи. Однако тем казахстанцам, которые все же планируют в ближайшие месяцы сделки с недвижимостью, в профильной ассоциации советуют не ждать кардинальных изменений на рынке и не бояться договариваться. Сейчас то время, когда и покупатели, и продавцы, благодаря своему умению пойти на компромисс и в то же время отстоять свои интересы, могут заключать весьма выгодные для обеих сторон договоры. На сегодняшний день, в принципе, рынок позволяет приобрести и продать ту недвижимость, которую человек или участник рынка недвижимости хочет приобрести или, наоборот, продать. По данным Казахстанской ассоциации недвижимости, на сегодняшний день продавцы квартир, домов, офисов и земельных участков при обсуждении деталей сделки с потенциальными покупателями, в среднем скидывают с заявленной цены порядка 20-30%. К новостям валютного рынка. Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии казахстанской фондовой биржи 30 мая 2016 года составил 336 тенге 49 иен. По информации Касси, объем торгов по доллару составил 21 миллион 600 тысяч долларов. Число сделок по операциям с валютой 62. Официальный курс на 30 мая составляет 335 тенге 48 тен за 1 доллар. 31 мая, сходя с действующего порядка определения официального курса, он составит 336 тенге 73 тен за 1 доллар. По евро сделок заключено не было, соответственно, европейская валюта торгуется на прежнем уровне. Рубль немного ослаб и рабен в среднем 5 тенге. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, вы смотрите «Деловое время». С 2016 года ежегодно на развитие племенного поголовья в рыбоводстве из госбюджета будет выделяться 1 миллиард 800 миллионов тенге. Такие цифры озвучивали пару лет назад, после того, как аквакультуру и рыбное производство включили в разряд сельхозтоваропроизводителей, соответствующими данному статусу субсидиями и поддержкой со стороны государства. Что изменилось в отрасли в последние годы? Как участники рынка оценивают объем, оказываемый со стороны правительства помощи? И что все еще мешает местным фермерам успешно вести рыбные хозяйства и обеспечивать страну качественной продукцией? Сегодня мы попробуем ответить на эти и другие вопросы вместе с нашим гостем. Это ученый-ихтеолог, заместитель председателя правления Республиканской ассоциации рыбного хозяйства «Казахрыбхоз» по науке и аквакультуре, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени Аль-Фараби Серг Тимирханов. Серик Ракижанович, я прошу прощения, я приветствую вас в нашей студии. И прежде чем мы начнем наш разговор, хочу поблагодарить за ваше деловое время, которое вы уделили нашему эфиру. И первый вопрос, вот та цифра, которую я озвучила в начале, в своем приветственном, скажем так, слове. 1 миллиард 800 миллионов тенге обещали ежегодно выделять на данный сегмент с 2016 года. Есть ли на данный, вот на сегодняшний день эти деньги и насколько качественно, насколько они эффективно используются? Спасибо большое за приглашение и возможность провести интересную беседу. Но для начала небольшое уточнение. Рабоводство было включено в состав сельхозтоваропроизводителей только в 2010 году. С тех пор прошло 6 лет и есть достаточно времени для того, чтобы подвести какие-то итоги. Но 1,8 миллиарда тенге, страшная сумма, которую вы выделяете ежегодно, на самом деле нет. Эта сумма предусмотрена на все хозяйства Казахстана в течение 5 лет с 2016 до 2020 года. В 2016 году объем субсидирования составляет 13,4 миллиона тенге. И на эти деньги предполагалось содержать 4 тонны племенных рыб. В дальнейшем предполагается, что субсидирование будет резко возрастать. Значит, к 2020 году оно составит около 800 миллионов тенге. И суммарно за 5 лет это будет те самые 1,8 миллиардов тенге, о которых вы говорили в самом начале. Эти деньги предусматриваются на содержание племенного стада ценных видов рыб. К сожалению, в документе не говорится, кто такие эти ценные виды рыб. Это форель, осетры, карповый или какие-то другие виды рыб. В любом случае, в 2016 году эти деньги на субсидирование содержания племенного стада выделены не были. Почему они не были выделены? Может быть, потому что не было документа, который регламентирует процедуру выделения этих денег. Не знаю, это вопрос может быть не ко мне, а к сотрудникам министрихоза. Возможно, потому что комитет рыбного хозяйства, к которому относится аквакультура, и относилась, вернее, аквакультура, он передавался в течение года из министрихоза в Министерство охраны, окружающей среды и водных ресурсов, а потом обратно был передан в министрихоз. В министрихозе до сих пор нет, например, никакого подразделения, которое отвечает за аквакультуру. То есть ни отделы аквакультуры, ни в чем. Этим занимается департамент животноводства, но в самом департаменте животноводства до сих пор нет специалистов по профилю, то есть нет специалистов рыбоводов. То есть причин может быть много. Одна из них, на мой взгляд, в том, что у нас в Казахстане нет программы по развитию рыбного хозяйства и в целом, и аквакультуры в частности. То есть просто отрасль может развиваться только тогда, когда государство определило свое отношение к этой отрасли. На сегодняшний день есть только один единственный документ, программа «Агробизнес-2020», в которой написано, что к 2020 году мы будем выращивать 15 тысяч тонн. В программе проводится график наращивания производства рыбы. Предусмотрен ряд мер для того, чтобы достичь этих результатов, но уже на сегодняшний день мы отстаем от этого графика по наращиванию производства рыбы. И на сегодняшний день, как я уже говорил, отдельные меры по поддержке отрасли не реализуются. В данной ситуации кто ответственен за то, что как минимум мы уже отстаем от данного графика? Министерство сельского хозяйства, правильно я понимаю? Министерство сельского хозяйства, да, как государственно полномоченный орган в области животноводства и аквакультуры. То есть со стороны данного ведомства никакие меры не принимаются для того, чтобы как-то изменить ситуацию? Меры, ну вот, самая популярная мера и самая действенная, которая была принята, то что аквакультуру внесли все-таки в состав сельхозтоваропроизводителей. Теперь наши фермеры могут, имеют возможность получать определенные субсидии, то есть это субсидии на погашение 50% кредитной ставки в банках второго уровня. Это лизинг оборудования, это налоговые послабления очень серьезные, то есть теперь они могут работать в специальном налоговом режиме для сельхозтоваропроизводителей. Это есть, и за это большое спасибо государству, и это привело к определенному росту продукции и повышению интереса со стороны бизнеса к рыбоводству. Но нету никаких специализированных мер. То есть наша ассоциация предлагала несколько раз различный перечень субсидий, но одна из самых популярных — это субсидии на корма. Могу сказать, что в большинстве развитых стран эти субсидии широко распространены. В России, например, принят федеральный закон, где субсидии достигают 95%, вернее, субсидируются до 95% стоимости оборудования, включая транспорт и растаможку этого оборудования. Оборудование, производящее корма? Оборудование, производящее рыбную продукцию. Причем там так, 5% — это субсидии за счет средств федерального бюджета, 90% — за счет средств местного бюджета. В Тюменской области, которая соседствует с Казахстаном, эта программа была принята, и из местного бюджета выделены эти деньги на 90%. И у них сразу в течение одного года были построены 5 хозяйств. То есть в Тюменской области один из лидеров по производству рыбы, а тут это был очень заметный скачок. У нас есть субсидии от государств, так называемые инвестиционные субсидии на производство кормов, гранулированных кормов, и на строительство садковых хозяйств мощностью 2000 тонн рыбы, не меньше, и на строительство установок замкнутого цикла водоснабжения для содержания осетров на черную икру. Но ведь это достаточно большие хозяйства и не самые популярные. То есть у нас только-только начинает 2000 тонн форелий. Мы в год вообще выращиваем здесь сейчас, в настоящее время в Казахстане, официально 800 тонн всего. И здесь проект, который будет выращивать 2000 тонн, для нас это большой проект. В мире, наверное, это маленькая цифра для всего мира, но для нас эта цифра огромная. И понятно, что нету таких хозяйств, которые бы сейчас выращивали. И то есть нету таких хозяйств, которые могли бы рассчитывать на эти субсидии. То есть мы много раз говорили в Министерстве сельскохозяйства с руководством Министерства о том, что субсидии даются для того, чтобы стимулировать рост производства. Я говорю, ну давайте пусть на 5 лет будут даны субсидии, тогда посмотрим по результатам, насколько будет прирост производства. Кстати, в 2011 году субсидии были на корма. То есть 50% стоимости корма закупали. Была даже специальная программа, по-моему, да, субсидирована? Была специальная программа, да. Это 2011 или, по-моему, 2012? Программа вообще сама была большая, она распространялась на животноводство, на растеневодство. Другой вопрос, что только в 2011 году субсидии бы выделялись на корма для рыб. И это привело к тому, что, к примеру, в 2009 году мы выращивали 300 тонн рыбы всего. А после того, как были приняты эти субсидии, в 2011 году производство увеличилось до 850 тонн. И сейчас оно где-то на уровне 700-750 тонн поддерживается. А тогда почему эта программа официально была признана провальной? Не знаю, почему она официально была признана провальной, но, во всяком случае, там изменился порядок выделения этих субсидий, и субсидии на рыбные корма не вошли в новую программу. То есть это есть для животноводства, это есть для растеневодства, это есть для потребления воды, для водопользователей различные субсидии, но для рыбного хозяйства их нет. То есть даже не для рыбного хозяйства, а именно для аквакультуры. И, на мой взгляд, одна из главных проблем, почему у нас аквакультура, скажем, не растет достаточно быстро, это как раз-таки слабая поддержка со стороны государства. То есть, на мой взгляд, это недостаточная поддержка. Потому что аквакультура для нашей страны, как ни странно это звучит, это отрасль достаточно новая. Новая, неизведанная какая-то, да. Видите как, в советское время была специальная программа по развитию прудового рыбоводства. И вкладывались серьезные деньги со стороны государства, значит, была поддержка очень серьезная. И к 90-му году, то есть к самому развалу Советского Союза, у нас производство товарной рыбы в Казахстане достигло 10 тысяч тонн. То есть, это максимум, который у нас уже мы достигали. Потом, по понятным экономическим причинам, производство снижалось, снижалось, и пока не дошло до этих 300 тонн, которые держались до 2011 года. Но тогда программа предусматривала строительство питомников, строительство прудовых хозяйств и развитие сети озерно-товарных рыбоводных хозяйств. Ну, в основном, преимущественно в Северном Казахстане. И преимущественно рыбы, которые выращивали, это был карп и растительноядные рыбы. Белый мор, белый толстолобик, пёстрый толстолобик. В Северном Казахстане это были сеговые рыбы. То есть, пелить, ну, сик сам по себе. Но даже тогда, в советское время, были очень серьезные дотации, вернее, очень серьезные субсидии. К примеру, стоимость товарного карпа в хозяйствах была 1 рубль 20 копеек. При этом розничная цена карпа этого была 80 копеек. То есть, представляете, это практически четверть цены государство датировало. Я не говорю, что это правильно и хорошо, но, тем не менее, это говорит о внимании государства в развитии отрасли. Сейчас немного другие времена. И, например, в советское время товарной навеской считался карп 400 грамм. Люди его покупали. Мы еще сами помним эти очереди к живорыбкам. В настоящее время очень трудно продать карп массой 400 грамм. То есть, меньше 1 килограмма даже никто практически смотреть не будет. То есть, изменилось отношение людей к конечному продукту. Но неизменной должно оставаться внимание государства к отрасли. Сейчас очень серьезно сказывается вопрос еще с недостатком квалифицированных кадров. Ежегодно... Есть такая проблема. Есть такая проблема. Значит, ежегодно выпускается... Я сам просто выпускник кафедры хитриологии КАЗГУ. Работал в Аграрном университете, преподавательном кафедре рыбоводства. Очень хорошо знаю эту проблему. И постоянно общаюсь со своими товарищами по Альма-Матер. Ежегодно выпускается 33 специалиста. То есть, 33 гранта государство выдает по всему Казахстану на аквакультуру. Достаточно, более чем достаточно для того, чтобы поддерживать в нашей стране аквакультуру на должном уровне. Но здесь стоит вопрос о том, что, скажем... Нет желания у людей... Есть люди, там конкурсы, есть даже коммерческие группы, да. Но есть недостаток учебников, есть недостаток квалифицированных преподавателей. То есть, старая гвардия ушла, молодежи, молодых преподавателей не так много. И они уже, может быть, не так хорошо учились, как мы, да? То есть, выпускники есть, они выпускаются, но знания оставляют желать лучшего. Да, тут причин тоже очень много. Это, ну, к примеру, могу сказать, в 99-м году мы выпустили «Казахско-русский определитель рыб Казахстана». И долгое время эта книга стала единственным учебником на казахском языке для специалистов-эхтеологов. Сейчас, конечно, этот пробел ликвидирован, но, тем не менее, вот этого широкого спектра и хорошо развитой инфраструктуры учебной литературы все равно не существует по рыбоводству. Все равно мы учимся по российским учебникам, или по советским даже иногда учебникам. Плюс ко всему, конечно, очень большим препятствием служит необходимость значительных инвестиций. Причем это должны быть длинные деньги, но об этом мы тоже, министер сельского хозяйства, много говорили, все это прекрасно понимают эту проблему. Но, тем не менее, например, установка знакного цикла водоснабжения на 100 тонн. Ситра стоит только оборудование без строительных и земляных работ 2-3 миллиона евро. Но не каждый бизнесмен вложит эти деньги, чтобы получить отдачу через 7 лет. Гораздо эффективнее, скажем, садковое хозяйство, быстрее, значит, восстанавливается, быстрее получается прибыль и в больших размерах, но у нас единственным местом, где можно заниматься садковым хозяйством, является Каспий, средний Каспий, который не замерзает. То есть там можно сделать, там есть даже такие расчеты, что там можно получать до 200 тысяч тонн рыбы в год. Просто для нас фантастическая цифра. Но всем известен, значит, непростой нора в Каспии, очень напряженный штормовой и ветровой режим. Наилучшим выходом могли бы быть погружные садки. Это есть такая конструкция, она выпускается. Причем Россия один из мировых лидеров, кстати, производства этих садков погружного типа. Но для хозяйства на 2000 тонн рыбы нужно вложение с годовыми, значит, оборотными средствами в размере 12 миллионов долларов. Понятно, что есть гораздо более, видимо, быстрые проекты, поэтому очень сложены эти деньги. И здесь вот тоже бы, конечно, сыграла бы большую роль поддержка государства. А вот что касается озерных хозяйств, есть такая форма, да, как бы ведения хозяйств, насколько я знаю, когда озеро населяют, скажем так, ценными породами рыб. Да, есть такой тип хозяйства, такая технология, как ее не назови. Они называются озерно-товарное рыбоводное хозяйство или сокращенно от РХ. Это очень, скажем так, популярная форма ведения рыбного хозяйства в Сибири, здесь у нас в северном Казахстане, где есть огромное количество маленьких озер, где и фауна составляет мелкий лещ, мелкий карась. То есть то, что, в общем-то, не имеет большой цены. И согласно этой технологии, то есть человек берет в аренду водоем, покупает мальков, делает миллиардативные работы. На таких хозяйствах допускается 100% уничтожение ахтеофауны аборигенной. Ну, если только она, конечно, там неохраняемая или не относится к какому-нибудь заповеднику. А после этого зарабляется мальками ценных видов рыб, которые сами на естественной кормовой базе, без вообще-то больших затрат со стороны самого фермера, они потом приносят определенную прибыль. То есть такая практика у нас в Казахстане есть? Да, такая практика у нас еще была в советское время. И тогда, для примера, скажу, если вот в естественных водоемах, вот у нас в северном Казахстане, Кустанайская, там Североказахстанская область, Павлодарская и часть Акмолинской области. Еще в советское время у нас эти были хозяйства, и продуктивность всегда достигала 50 кг на гектар. Много это или мало, для сравнения скажем, что естественная продуктивность, она колеблется от 10 до 15. То есть получаешь фактически рыбы в три раза больше. То есть ничего сверхъестественного в этом нет. Мы в свое время, когда принимали участие в разработке программы развития, аквакультуры, то посчитали, что вот эти мелкие водоемы, они могут дать до 4 тысяч тонн рыбы в год. Это таким по самым очень скромным оценкам, это если там продуктивность будет 50-70 кг. Можно получать раза в три больше. То есть для этого были разработаны технологии. То есть в Тюмени находится там тот же самый госрыбцентр, который является научно-техническим центром для общего рыбного хозяйства в Западной Сибири. Так вот, в прилегающих к нам областях, там Средний Урал, Челябинская область, Омская область, Тюменская область, там на таких хозяйствах, озерных, получают фермеры до 350 кг с гектара. То есть сравните, мы в расчетах принимали 50 кг, 4 тысячи тонн, здесь 350, то есть в 7 раз больше рыбы, соответственно, это могло быть 28 тысяч тонн. Но я так далеко не заглядываю, потому что это больше напоминает проект, а не на проект. Но 4 тысячи тонн это мы могли бы получить. Что служит препятствием? Да, важный вопрос. Важный вопрос, да, потому что мы, когда разрабатывали программу, встречались с фермерами, такими передовыми товарищами, которые уже сейчас получают 57 кг с гектара. Препятствие такое, там нужны деньги. Причем деньги не такие большие. Этому фермеру, который имеет право аренды биологических ресурсов этого озера, ему их нигде взять. То есть оборот маленький, банк такие маленькие кредиты не выдает, кредитных товарищей там нету никаких. И вот и получается, что каждый сам по себе бьется. Мы предлагали такую меру, что существуют же программы, грантовые программы поддержки среднего и малого бизнеса, там же Европейский банк развития, чтобы эти озера и предприниматели группировались бы по какому-то признаку, по-семейному, по близости водоемов. Но и обращались мы, то есть у нас есть компания, которая в состоянии разработать проект, как который будет зарабатывать, как ее выращивать, что для этого нужно. Ну, для этого нужно, я говорю, приложить такие усилия. Тем более, что у нас есть принципиальная ассоциация «Казах Рыбхоз». Когда я говорю, у нас имеют ассоциацию, у нас есть принципиальная договоренность с Тюменским госрыбцентром. Они готовы прислать своих мальков, прислать на один сезон, значит, двух-трех своих сотрудников научных, которые владеют всеми технологиями, которые разработаны были в этом госрыбцентре, и помочь нашим фермерам именно обучиться. То есть, ну, получилась бы великолепная такая программа, но вот, к сожалению, она не нашла продолжения. Вы знаете, ознакомливаясь с данной темой, я на самом деле признаюсь, что я далеко не знаток пород рыб и так далее. Я понимаю, что есть определенное производство с какими-то определенными особенностями и так далее. Так вот, изучая эту тему, повторюсь, выяснилось, что на сегодняшний день в Казахстане обеспечивается рынок местной продукции, которая является малоценной, ну, считается малоценной, да, это лещ, карась, плотва, плотва, вот, и другие. А вот к разряду ценной рыбной продукции, такие как судак, лососевый, сиговый и морская рыба, у нас такого производства нет. Вот почему, что мешает нам наладить производство именно ценных, ценной рыбной продукции? Ну, нам мешают все те же самые причины, о которых я говорил до этого. То есть, есть две группы причин. Первый технологические, вторые, значит, уже там финансовые, экономические, там, законодательные. Так вот, с точки зрения технологии никаких препятствий нет. То есть, в настоящее время... Ресурсы у нас все есть для этого. Ресурсы у нас все есть, да. То есть, экокультура, как наука, шагнула далеко вперед за последние 25 лет. Уже разработаны технологии, разработки технологий. Если, скажем, когда я учился, там, 30 лет назад, да, еще с трудом, там, создавались технологии десятилетиями. Сейчас на это уходят годы, не десятилетия. То есть, есть технологии еще, которые с советских времен перешли по выращиванию судака, там, по выращиванию, там, семги, форелий, сиговых, все, что там, морские виды рыб сейчас очень многие выращиваются. Но, опять же, нужны знания, нужны финансовые ресурсы, нужна поддержка. Вот, кстати, мы про озерно-товарно-рыбоводное хозяйство говорили. Я забыл упомянуть, что была такая инструкция, чтобы, если человек арендует это озеро для рыболовства, то есть, чтобы промыслом осваивать рыбу, достаточно было разработать документы, биологическое обоснование, и тебе его переводили, значит, для целей аквакультуры. Вот, теперь эта инструкция не действует, и когда ее принимали, мы, сразу говорю, думали, что все, теперь пойдет вперед все дело, будут брать озера, переводить в рыбоводство, вот, но этого не произошло. Вот, опять же, по разным причинам, одни из них финансовые, другие, обычные административные барьеры, вот, в том числе, там, со стороны, может быть, каких-то государственных органов, потому что сразу, когда промысел, то очень много контролирующих органов над рыбаком. Когда нет, когда аквакультуры, уже их гораздо меньше. Она переходит из разряда комитета рыбных ресурсов к комитету департамента ветконтроля, и комитет ветконтроля. Все понятно. Серик Ракижанович, я хочу поблагодарить вас за участие в нашей сегодняшней программе. Держите нас в курсе обязательно всех событий, которые происходят на данном рынке, как он развивается, в какую сторону, какие проблемы. Мы будем звать вас еще раз в нашу студию для того, чтобы еще более углубленно изучать данную проблему и доносить до нужных людей нужные какие-то посылы вместе с вами. Спасибо еще раз за участие в нашей программе. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok